Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на брифинге службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана. Сегодня мы продолжаем цикл брифингов, посвященных вопросам интеграции. Об инвестиционном климате в свете интеграционных процессов нам расскажут генеральный директор Центра развития торговой политики Руслан Сирикович Султанов, директор Департамента международной экономической интеграции Ернар Бахаджанович Бакенов, заместитель директора Департамента инвестиционной политики Алмаз Нурланулой Байтенов, руководитель управления по вопросам функционирования Евразии и Таможенного союза Департамента международной экономической интеграции Айдын Мирамбекович Каримов и директор Департамента внешней торговой деятельности Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Олимбетова Алия Назмбековна. В первую очередь позвольте поблагодарить вас всех за участие в нашем брифинге и, Ернар Бахаджанович, вам слово. Спасибо большое. Уважаемые участники брифинга, позвольте, во-первых, поблагодарить эту площадку и организаторов нашей сегодняшней с вами встречи, сегодняшнего брифинга за возможность поделиться той информацией, которая имеется у нас о формировании инвестиционного климата в рамках интеграционных процессов, в целом о возможностях Казахстана по привлечению инвестиций. Евразийская интеграция – это способ уйти от нашей континентальной замкнутости. Как вы знаете, Казахстан является наиболее отдаленным государством от морей. И в этой связи, чтобы полноценно вовлечь национальную экономику в мировые экономические связи и международную торговлю, конечно же, интеграция – это неоспоримый формат, при котором наше государство и наша экономика может воспользоваться дополнительными стимулами для развития. К примеру, расстояние от наиболее активного города Казахстана, от Алматы до ближайшего морского порта, составляет более 3000 километров. И высокие транспортные издержки, они, конечно же, снижают возможности для конкурентоспособности отечественных товаров на внешних рынках. Все это в конечном итоге не позволяет в полной мере провести диверсификацию экономики. Опора же на наличие внутренних потребностей, на внутренний рынок, она не создает достаточных возможностей для роста. Поэтому первоначально Казахстан участвовал и в договоре о создании зоны свободной торговли. Как вы знаете, процесс формирования евразийской интеграции идет уже давно, и начинался он еще с начала 90-х годов. Далее в 2000 году был заключен договор о намерении формировать единую таможенную территорию. И более интенсивно данный процесс получил такой импульс в 2008-2009 годах, когда были закреплены договоренности о формировании таможенного союза и единого экономического пространства. Это, по сути, развитие общей парадигмы, позволяющей обеспечить доступ к мировым рынкам, создать емкий рынок в пределах единой таможенной территории и улучшить условия для транзита товаров через территории стран-партнеров. Одной из важнейших целей для Казахстана участия в таможенном союзе и едином экономическом пространстве является развитие перерабатывающих производств на основе расширения рынков сбыта и повышения инвестиционной привлекательности. В этой связи показательным является, конечно же, пример роста прямых иностранных инвестиций в обрабатывающие сектора экономики, которые за период с начала функционирования таможенного союза выросли почти вдвое, более чем на 90%. При этом в среднем в экономику прямые иностранные инвестиции за этот же период увеличились лишь на 34%. Такая показательная динамика дает нам возможность судить о тех возможностях, которые интеграционные процессы открывают. При этом, конечно же, вот эти цифры, эти факты являются результатом комплекса мер, проводимых правительством и по индустриализации экономики, и по поддержке малого и среднего бизнеса. Кроме этого, в рамках интеграционных процессов, конечно же, важнейшим таким инструментом реализации интересов Казахстана является сохранение собственных конкурентных преимуществ, одной из которых является эффективная налоговая система. При этом налоговая система Казахстана достаточно стабильна и с оптимальной налоговой нагрузкой для плательщиков. Благодаря более либеральной налоговой политике, более либеральному инвестиционному климату, чем у стран-партнеров по таможенному союзу и единому экономическому пространству, Казахстан, конечно же, имеет большие шансы на привлечение иностранного капитала, а также капитала из стран-партнеров для создания совместных производств. В частности, и это отмечается и в средствах массовой информации, российским бизнесам, в Казахстане их привлекает более благоприятное инвестиционное законодательство, эффективные меры поддержки предпринимателей и экономическая стабильность. Рост инвестиций в обрабатывающую промышленность Казахстана положительно сказывается и на структуре товарооборота со странами-партнерами по таможенному союзу. На этой площадке уже отмечалось про определенные цифры о росте товарооборота. Отмечу лишь, что за период с начала функционирования таможенного союза по 2013 год товарооборот увеличился на 88%, на настоящий момент достиг более чем 24 миллиардов долларов товарооборот Казахстана со странами-партнерами по таможенному союзу. Наблюдается увеличение экспорта Казахстана в страны таможенного союза на более чем 60%. Доля экспорта обработанных товаров в общем объеме экспорта в страны таможенного союза выросла с 44% до 54%. Экспорт обработанных товаров включает в себя такие товарные позиции, как трубы, профили, грузовой автотранспорт, подшипники, арматуру для трубопроводов, кондитерские изделия и другие. Наблюдаются положительные тенденции в развитии экспорта транспортных средств, готовых изделий из черных металлов, пластмассы, бытовой техники. Впервые Казахстан начал экспортировать малотоннажные легкие грузовики в страны таможенного союза. Их экспорт вырос значительно более чем в 15 раз. Другим инструментом привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного климата является развитие специальных экономических зон. В Республике Казахстан, как вы знаете, существует 10 специальных экономических зон. И Казахстан отстоял право предоставления определенных таможенных льгот при вывозе товаров, готовой продукции с территории специальных экономических зон на общую территорию таможенного союза. Отстоял возможность применения этих льгот до 2017 года. При этом, конечно же, вопросы функционирования специальных экономических зон, возможность их функционирования не ставится ни в коем случае под сомнение. И далее все те направления и возможности по привлечению инвестиций на специальных экономических зонах будут сохраняться. Это налоговые льготы, это льготы по ввозу товаров на территорию СЭЗов и их употребление в рамках этих специальных экономических зон. Ведется и работа правительством по внедрению нового пакета стимулов для инвесторов и подготавливается комплексный план мероприятий по привлечению инвестиций. В частности, в законодательство вводятся дополнительные, будут введены дополнительные меры государственной поддержки. Это компенсация до 30% капитальных затрат со стороны государства после ввода объектов в эксплуатацию. Это освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога на срок до 10 лет. Это долгосрочный гарантированный заказ на товары и услуги инвесторов со стороны национальных компаний, нацхолдингов. Кроме того, внедряется и принцип стабильности законодательства на 10-летний период в рамках заключенных инвестиционных контрактов с инвесторами. Такой принцип стабильности внедряется в налоговой сфере по ставкам, по объектам налогообложения, по налоговой базе, в миграционной сфере, в экологической сфере и в тарифной сфере на прогнозируемые, регулируемые тарифы и цены на долгосрочный период. Внедряется также принцип одного окна для инвесторов с функциями по координации выдачи разрешительных документов и информации по запросам инвесторов с функциями такой координации в рамках Комитета по инвестиции Министерства индустрии и новых технологий. Кроме этого, внедряется и субсидирование части затрат на энергоносители и транспортировки по доставке продукции. Также будет проводиться предоставление прав инвесторам на привлечение рабочей силы на весь период реализации инвестиционного проекта. Вне квот и разрешений предполагается ввести также и дополнительные меры для улучшения инвестиционного климата. Установление в одностороннем порядке безвизового режима для граждан наиболее развитых стран со сроком пребывания до 90 суток. Предоставление инвесторских виз для менеджмента структурных подразделений иностранных компаний. Увеличение срока аренды земель сельхозназначения. Кроме того, рассматривается и вопрос по внедрению института по защите прав инвесторов по принципу инвестиционного омбудсмена. Казахстан, как вы знаете, среди стран таможенного союза и единого экономического пространства, имеет наиболее привлекательные международные рейтинги по условиям ведения бизнеса. По индексу легкости ведения бизнеса Doing Business Всемирного банка в 2013 году мы занимали 50 место. Для примера, Белоруссия – 63, Россия – 92. Мы намерены сохранять эти инвестиционные преимущества, эти конкурентные преимущества в рамках интеграционных процессов. В рейтинге глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума Республика Казахстан занимает 51 место среди 144 государств. В мировом индексе конкурентоспособности Международного института развития менеджмента страна расположилась на 34 месте из 60 стран. Всемирный банк также включил Казахстан в список 20 наиболее привлекательных стран мира с точки зрения осуществления инвестиций. Таким образом, весь этот комплекс мероприятий, который проводится правительством по привлечению инвестиций, по созданию наиболее благоприятного инвестиционного климата, в том числе налогового климата, в том числе вопросов администрирования различными контролирующими органами, программы по развитию индустриализации, поддержке малого и среднего бизнеса, те мероприятия, которые проводятся в рамках интеграционных процессов, весь этот комплекс мероприятий направлен на повышение инвестиционной привлекательности, на развитие обрабатывающих секторов экономики и в целом на выход Казахстана на новый уровень в глобальных экономических отношениях. Спасибо большое. Большое спасибо. Желает ли кто-нибудь добавить? Нет? Уважаемые коллеги, тогда мы переходим ко второй части нашего брифинга, непосредственно к вопросам. Пожалуйста, подходите к микрофону, задавайте интересующие вас вопросы, представляйтесь. Я также напоминаю, что по средствам видеоконференц-связи к нам подключены регионы, откуда тоже могут поступать вопросы. Пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос. Осел Кусаинова, телеканал 24КЗ. Накануне стало известно, что Минск и Москва договорились о снижении нефтяных пошлин, благодаря чему белорусский бюджет планируется экономить около полутора миллиардов тенге в будущем году. А наши переговорщики смогли отстоять? Такие наши позиции для Казахстана. Спасибо. Спасибо. Кто будет отвечать на вопрос? Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Да, действительно, в рамках разработки проекта договора о создании Евразийского экономического союза рассматривался вопрос о взимании экспортных таможенных пошлин, но это больше касается взаимной торговли между Россией и Беларусью. У нас мы торгуем с Россией нефтью, нефтепродуктами без пошлина. Данное без уплаты пошлин мы торгуем, начиная еще с 1994 года, создание зоны свободной торговли. У нас есть также двустороннее соглашение 10 века, в рамках которых Республика Беларусь в стоимость закладывала экспортную таможенную пошлину. Мы осуществляем торговлю без пошлины. Спасибо. Пожалуйста. Следующий вопрос. Представьте себе, Ваш вопрос. Здравствуйте. Динара Аклужанова, Первый канал Евразия. У меня вопрос к господину Джексылыкову. Сегодня пресс-служба Вашего ведомства распространила информацию о том, что с сегодняшнего дня начинается шестой раунд переговоров по новому соглашению о расширении сотрудничества и партнерства Казахстана с Евросоюзом. Интересует, о чем конкретно будут договариваться и в каких сферах планируется Казахстану расширить сотрудничество. Кто ответил на это вопрос? Пожалуйста. Спасибо. Мы действительно сегодня начали шестой раунд переговоров с Европейским Союзом. Вы знаете, мы с 92-го с Европейским Союзом работаем по соглашению о партнерстве и сотрудничестве. Сейчас идет работа о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом. В рамках данного договора переговоры ведутся Министерством иностранных дел. В нашей части наше министерство курирует экономический блок и торговый блок. В рамках экономического блока мы рассматриваем вопросы взаимного сотрудничества в экономической сфере. И вопросы в торговле мы также будем рассматривать. Но это не создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Это упрощение процедур торговли, в первую очередь, упрощение режима по госзакупкам, упрощение режима будет по интеллектуальной собственности. То есть это взаимные все вещи, которые мы с Европейским Союзом постоянно ведем, начиная с нашего сотрудничества с 92-го года. Просто мы перешли на новый этап, на более расширенное партнерство. Если позвольте, еще один вопрос. Сегодня появилась информация о том, что вводится запрет на импортную говядину и еще ряд товаров, также алкогольную продукцию. На ваш взгляд, как вы оцениваете такую политику запретов и насколько это даст возможность нашим товаропроизводителям заполнить нишу и с чем связано это? Да, действительно, у нас введены ряд запретов. Это запреты, введенные по линии Агентства по защите прав потребителей. С 1 июня сегодня уже введен запрет на реализацию мясной продукции. Это в первую очередь направлено на говядину, поставляемую из Австралии, потому что она не проходит по санитарно-эпидемиологической экспертизе. У нее превышает содержание опасного для здоровья человека препарат тринбанолоацетат. Это гормон роста и только по этим показаниям введен запрет на ввоз данного вида мяса. И с 1 июня официально Агентство по защите прав потребителей вводит запрет на ввоз и на реализацию продукции алкогольной. Это связано с тем, что у нас действует технический регламент 22, он практически уже год действует, и вот он сейчас уже был переходный период. И та алкогольная продукция, которая не будет соответствовать данному техническому регламенту, она будет изыматься из оборота и запрещена к ввозу. Это касается абсолютно всей алкогольной продукции. Большое спасибо. Пожалуйста, представьте себе ваш вопрос. Добрый день. Информационный портал «Стретеги-2050». У меня вопрос к господину Бакенову. Бакенову, извиняюсь. Вы только что говорили о показателях за 4 года функционирования Таможенного союза. Можете более точно сказать именно о цифрованные показатели, вот к чему мы пришли за эти годы? Спасибо. Спасибо за вопрос. Конечно же, мы можем сказать, какие у нас имеются цифры по товарообороту, ну и определенные примеры можем привести. В целом, по товарообороту с 2009 года по 2013 год за период функционирования в рамках Таможенного союза и в последующем единого экономического пространства, товарооборот Казахстана с государственными партнерами увеличился на 88%, до 24 миллиардов долларов. При этом экспорт в страны Таможенного союза, он вырос в целом на 62%. Если говорить об экспорте обработанных товаров в страны Таможенного союза, то в 2013 году по сравнению с 2009 годом экспорт обработанных товаров увеличился в два раза. Как я уже говорил, в связи с этим доля экспорта обработанных товаров в общем объеме экспорта в страны Таможенного союза увеличилась с 44% до 54%. Также могу привести определенные примеры по экспорту готовых товаров. К примеру, экспорт кондитерских изделий вырос в три раза, в 11 раз выросли объемы экспорта трансформаторов, в 15-17 раз повысились поставки в Россию и Белоруссию легких малотоннажных грузовиков. Кроме этого, имеются и другие примеры. По аккумуляторам у нас экспорт в страны Таможенного союза вырос в 1,7 раза, по конденсаторам в 1,3 раза, по напиткам в 13 раз. Это я называю те категории товаров, которые входят в группу обработанных товаров. Кроме этого, позволю себе еще отметить, что за тот период, пока функционирует Таможенный союз, у нас выросло значительное производство транспортных средств. Причем автомобильных транспортных средств, и выросло оно в 24 раза, достигло на настоящий момент общий объем производства более чем 40 тысяч единиц по всем видам автомобильных транспортных средств. Как мы понимаем, автомобильная промышленность является промышленностью с наибольшей степенью мультипликативного эффекта, то есть эффекта, который оказывается на развитии смежных производств. И вот такие возможности для развития, которые создаются, и возможности для привлечения инвесторов для создания таких производств, конечно же, в значительной степени обусловлены и теми процессами, которые мы, и теми действиями, которые проводит правительство в рамках интеграционных процессов. Спасибо. Вам спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Бак Кезет Портал, Айдым Миранбек Олмасар. Кеденды бояк, одағы аясында нақты қол жеткізген, қандай цифрларда атайласы? Сырағынызға рахмет. Енді кеденды одағы құрлып жұмыс істегенен бастап төрт жыл арада өтті. Енді төрт жылы ішінде ол. Кеденды одағының жұмыс істегу, ол, үшінші мемлекеттерге қатысты сұртқы экономикалық саясатты жүргізу, енді осы кеденді одағы мемлекеттерінің арасындағы шекараларды кеденді бақылаудына алып тастау, ол ең бастысы ұнтайлы нәтиже берді бүгін. Оған қоса бұл бірінші ретте бизнес үшін әкімшілік жүктеменің төмедетіне сөзсіз мүмкіндік берді. Тек қана әкімшілік жүктемес, емес, сұған қоса уақыт үнемделді, ол түпкілікті өнімнің тавар өнімінің бағасына тиесілді. Және де бұл өз ара сауданы дамытуына көптен көп ұқпал етуде. Мәселен және ата бөткенде, Қазақстанның ресей және беларус мемлекеттерімен саудайын алымы, және гі осы кеден одағы құрылғаннан бастап төрт жыл үшінде жалпы 87,16 пайызға ұлғайып, 24,12 миллиард ақшық долларын құрады. Және осыны үшінде кеден одағы елдерінің Қазақстанның импортын алатын болсақ, ол 590 миллиард, алып және гі экспорт, керіншіше 18-13 миллиард ақшық долларын құрады. Бұл жерде атау өткен ұлғайу 64 пайыз құраған Қазақстанның ұл экспортның 10 серпінін айта өткен жөн, әсіресе ол және басында түклатта айтылып өткенде жоғары қосылған құны бар өндірілген таварлар экспортінің өсіуі. Ол жалпы орташы 97 пайызға ұлғайды. Осының нәтижесінде Қазақстанның экспорттағы өндірілген тавар өлесі 49 пайыздан, 54 пайызға, өрташы есеппен 10 пайызға олғайғанын үгінде біз көріп отырмыз. Нақтылау айтсақ, және атап өтті, ол кондитерлік бұйымдар осы 4 жылы үшінде 9 есе өсті, және егі макарон бұйымдарын алатын болса, ол 600 пайызға өсіп, көріш болса, 5 есе артқаның көріп отырмыз. Рақмет. Рақмет сұрақтырыңызға келісі сұрақ. Рақмет. Құм жауап береді. Айдын мәрәбі көріп. Сауалыңызға рақмет. Ең басысы жәнегі де атау өткендей. Расында да ет қаласында бізде белгілі алдын ала белгілі бір квоталар болатын. Сол квоталар енді шетелден келетін етке белгілі бір мерзімге тыйым салынды. Оның ішінде, мысалы және сұраңызға жауап берсек, ет өнімі 13 жылы, мысалы... Екер қыныл санғдар қошшы айта беріңізді? Қыныл сұрыңызды. Сыыр етін алатын болсақ, екін 13 жылы. Құл және құрғызды құліңдай. Құл жүрді құл жүргілі біргілі көліңді. Ол 2003 жил квоту бойыншы киргизделеген болатын. Енді осы... Бұл гет нақты айттылмайды. Ол шет мемлекеттерден келуде. Айтперкш, қандай мемлекеттерден келетін? Австралиядын келетін білдік, тағыда қай мемлекеттен келетін? Енді ол ұнақты айттысығы, Австралия, Бразилия, Ресей федерациясының, Беларусиядан да еткел жатыр. Соноғы Америкадан да тауқ ойымдері келуде бүгінде. Және, адам ағзасына зиянды гормондар табылып тедғы, оның егізін табыл, және, кімнің міндетінде ол шекарадын өтпей жатыр табыл керекпеді? Елі біздің алыдымызға келіп түскенде ғана анықтау керекпеді? Сон жағын айтперің? Жоғы, енді ол бізде осы үш мемлекетке бұл ортақ шекарал бар. Сол шекарада ол бәртек серіледі. Бірақ сонда да шекарадын келіп түскен ет мемлекет үшінде тағыды тексерілді. Сонда адам ағзасына зиян тегізетін заттар табылған жағдайды. Ол бірінші кіргізуге түйім салынат. Екіншіден және кіргізілген ет өнімдерін қай жерде сату, қай жерде олдануын табып, со жерде түйім салдырат. Сөйтіп ол адам ағзасына теріс әсер етпеуін қамтамасыз етеді. Сөйтіп ол адам ағзасын етеді. Сөйтіп ол адам ағзасын етеді. Сөйтіп ол адам ағзасын етеді. Ол нақты жауап ретінде жауап еттеп айтып айтуға болмайды. Және басында айтып өткендей, бірінші маусымнан бастап, осы шетін арықтан келетін алкогол өнімдеріне түйім салынады. Ол ең басы алкоголлік таварлардың осы біздегі жұмыстетін техникалық регламенттің сай болмауы. Регламентті көрсетілген маркеровқа деген бар. Маркеровқа сай болмай келген тавар өнімдері алкогол мәселесі ойыншы. Олар осы келін одаңын арығына Қазақстанның териториясыны күруге рұқсат ала алмайды. Мерзім қандай? Оны мерзімі қазір нақты мерзімдемес. Енді бірінші маусынан баста бенгізіледі. Енді ол ұдайы үнемі болып тұратын жағдай. Сәйкес кемейтін таварлар өл әрине күтейм салынады таварларыға. Рахмет. Рахмет, пожалуйста. Следующий вопрос. Здравствуйте, компания Мир. Чингис Масидов корреспондент. Не могу точно адресовать этот вопрос кому-то именно. Наверняка шли какие-то дискуссии, споры. Много было вопросов по поводу появления валюты в евразийском экономическом пространстве. Естественно, с этим задаю вопрос. Этот вопрос полностью снят о создании единой валюты? Или какие-то сейчас все-таки разработки идут, что-то изучается, идут какие-то поиски? И вот об этом, пожалуйста, что можно сказать. Спасибо. Я коротко отвечу на этот вопрос. Этот вопрос даже не то, что снят, он никогда не рассматривался. И мы отмечаем уже не первый раз, что единой валюты вводиться не будет. Спасибо. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Я также напоминаю то, что у нас посредством видеоконференц-связи подключены регионы страны. Будут ли вопросы с регионов? Регионы? Если регионов нет, вопросов больше нет, позвольте еще раз поблагодарить вас всех за участие в нашем брифинге. На этом брифинг наш подошел к концу. Всем спасибо. Всего доброго. Спасибо.